Друзья, всем привет! На связи Александр Ильюб, с вами команда TVT-эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня пятница и мы подводим итоги торговой недели. Начинаем мы с американского доллара. Первое, что хочу отметить, это взрывной рост позиции фондов, лонговой позиции фондов. Как мы говорили в понедельник, с большей вероятностью эта позиция вырастет, так как американский доллар, во-первых, сломал наклонную, во-вторых, установил новый локальный максимум за текущий фьючерсный контракт. И это чаще всего триггер для фондов открывать лонговые позиции, так как подтверждена лонговая тенденция. И да, мы видим, что позиция выросла на 252% по сравнению с предыдущей и увеличилась она на 17 тысяч контрактов. Таким образом, на текущий момент фонды все больше и больше открывают лонговые позиции. Это приводит к росту цены. Мы видим то, что цена закрепилась выше локального максимума, еще и установила новый максимум за текущий фьючерсный контракт. Поэтому с большей вероятностью текущая тенденция плавно еще будет продвигаться дальше, учитывая то, что фонды продолжают наращивать лонговую позицию. То есть уже в понедельник, скорее всего в понедельник, мы увидим новые данные по сототчетам. И если эта тенденция продолжается, то лонг-приоритет будет сохраняться и дальше. Окей. По американскому доллару здесь пока все ставят на то, что штаты в последнюю очередь будут снижать процентную ставку. То есть сначала все остальные снизят и только после этого уже штаты. Поэтому инструменты с фиксированной доходностью, номинированные в американских долларах, будут пользоваться спросом. Соответственно, американский доллар тоже будет пользоваться спросом. По европейской валюте идея шартовая, она остается в силе. Хочу отметить то, что фонды продолжили сокращать свою позицию. Так, давайте мы откроем, давайте мы откроем сототчеты. Я здесь делал заготовочку. Вот. Делаем вот так. Вот так. Есть. С сототчетом. Значит, по европейской валюте я хочу отметить то, что фонды продолжили закрывать лонговую позицию и еще и начали накапливать шартовую позицию. Таким образом, мы видим, что нет-то позиция дико падает, резко, очень резко падает. И при этом цена пока что стоит на месте. То есть, здесь я не могу сказать, что есть существенное продвижение. Да, кольнули ниже минимум, но как-то закрепиться ниже этого предыдущего лоя не получается. Цену достаточно быстро откупают. То есть, на текущий момент здесь и хеджеры открывают свои лонговые позиции, и фонды закрывают лонги и открывают шарты. И рынок находится в балансе. То есть, сильно ниже падать будет сложно. Достаточно высокий спрос, большой спрос, лимитный как минимум. И в целом, по маркету тоже мы видим, что откупают. Поэтому, здесь с большей вероятностью, некоторое время еще цену будут пытаться продавливать. То есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть додавливают. Более интересно рассмотреть ситуацию ближе к уровню объема, потому что сейчас в боковике, ну, здесь никаких толковых торговых идей сформировать не получится. Шарт не выгоден, так как стоп это минимум вот сюда, при хороших раскладах вот сюда. Поэтому накапливать шартовую позицию, если будет такой вариант, окей. Да, вот ближе сюда есть смысл уже рассмотреть шарты. А вот, если цену плавно-плавно будут потихонечку давить к уровню объема, и здесь дивергенция продолжит развиваться, мы увидим, что много покупают по рынку, количество сделок больше на продажу. И это все будет развиваться по мере подхода цены к уровню объема, то там мы и рассмотрим лонговую позицию. Дальше у нас швейцарский фронт, по швейцарскому фронту идея была на продолжение восходящей тенденции с целью закрытия шартовых позиций. Закрытие шартовых позиций происходит, окей, но как-то цена не продвигается выше. То есть я даже скриншот все-таки что-то не сделал, потому что там только закрытие позиций в основном. Соответственно, да, это не сильно аффектит рынок в плане формирования новых торговых идей. Идея была на закрытие, закрытия были, эффекта это не создало. Окей, значит идея провалилась, не стоит дальше по швейцарскому фронту отрабатывать эту идею. Если не было таких прецедентов, значит есть другие силы. То есть кто-то закрывает шартовые позиции, покупая, да, в максимум, а кто-то в это время, хеджеры, они закрывают свои лонговые позиции, которые накапливали до этого в районе вот локального минимума. Мы можем посмотреть, что накопление лонгов началось по сути вот с этого места, да, мы здесь впервые начали замечать, что красная линия потихонечку растет. Это все на снижении небольшой цены. И дальше цена не устанавливает предыдущий минимум, не проваливается ниже. При этом хеджеры еще больше наращивают лонговую позицию в этот момент. И это, конечно, красивая ситуация, очень красивая. Но в любом случае хеджеры сейчас в плюсе, так как цена выше даже самых первых покупок. Поэтому они стремительно фиксируют свои лонговые позиции. При этом фонды плавно закрывают свои шарты, откупая рынок, откупая в максимум. Интересно, продолжится это или нет. Пока что мы видим, что швейцарский франк вполне вероятно продолжит свою динамику аналогичную и будет коррелировать с остальными валютами. То есть, как и евро, будет потихонечку снижаться и там пытаться находить баланс. Так как на текущий момент волатильность достаточно высокая. Это означает, что рынок не нащупал баланса. По австралийскому доллару флэт, тотальный штиль здесь происходит. И мы видим по соточету, что, во-первых, фонды дико включились в лонги. 10-11 тысяч контрактов в лонгов. Еще и закрывают шартовые позиции. Кеджир, в свою очередь, просто фиксирует все позиции. Это нормально перед летом. Странно то, что по другим инструментам не такие же резкие закрытия позиций. То есть, по швейцарскому франку 6-7 тысяч контрактов. Не 40, не 50. Обычно, вот как раз, не знаю, конец июня, ближе к концу июня, начинают закрывать огромные пачки. Объемов там дикие, невероятные. Но в этом году как-то совсем не так. По австралийскому доллару. Учитывая то, что фонды продолжают накапливать лонговую позицию, учитывая то, что они закрывают свои шартовые позиции, здесь большей вероятностью цена продолжит свое движение. Но для этого необходима слабость американского доллара. Потому что пока что без слабости американского доллара продолжить эту восходящую тенденцию, скорее всего, не получится. Здесь более вероятным сценарием на ближайших недельку-полторы будет вот эта болтанка в боковике. Да, плавная болтанка. Еще чуть произошли. И вот где-то в этот момент, там, не знаю, середина июля, когда у нас ближе ФРС, новые данные по инфляции и всему остальному. И как только это вот проявится, слабость американского доллара замаячит. И тогда как раз, как больше начнут говорить по поводу снижения процентных ставок в Штатах, тогда австралийский доллар сможет хорошенько пульнуть. Пока мы для себя делаем вывод, что Австралия сильно падать не будет. То есть будет показывать тенденцию сильнее рынка. Это можно использовать для парных сделок. Это можно использовать для того, чтобы Австралия сбрать в лонг по сравнению с другими, более слабыми валютами. Например, швейцарский франк. Так, по новозеландскому доллару идея была, не шертовая, идея была с провала. Да, выждать точку входа в лонг. И после, ну более консервативный вариант, после закрепления опять выше уровня объема открывать лонговую позицию. То есть вот в этом месте. Это сейчас самый актуальный вариант, самая интересная, самая интересная торговая идея. Второй вариант, если цену продавят пониже и мы увидим контратаку. Вот тогда, вот в этом месте, если мы увидим контратаку покупателей, вот тогда будет достаточно интересно брать позицию. До того, как мы закрепимся выше уровня объема. Но пока, как мы видим, здесь продажи крупные от уровня. Все красиво. Кто-то пытался шортить этот уровень. Смотрите, как все красиво выглядит. Вот вы просто затяните технику, силу технического анализа. Пробивается важный уровень, который видно всем. Она делает ретест этого уровня. Это тоже видно всем. И вот этого уровня начинают дико шортить, дико продавать. Смотрите. Продажи большие. При этом фонды наращивают лонговую позицию. У них все нормально. Они в целом видят здесь потенциал дальнейшего движения вверх. Но кто-то достаточно много открывает шорто. Это раз. А второе, кто-то крупными объемами продает. Как вы считаете, после того, как в рынок влили достаточно много предложений, что чаще всего происходит? Когда произошла реализация предложений. Вот после реализации предложений, как раз чаще всего у нас и происходят плавные движения вверх. С целью, ну так как уже реализовали предложение. Кто дальше будет давить, спрос остается тем же. Кто дальше будет давить, сопротивления нет. Поэтому цена плавно-плавно двигается дальше вверх. Здесь очень интересная, как по мне, уже лонговая идея. Более красивый, точечный, красивый сентапп произойдет, когда у нас остановится это падение. Когда цену закрепят выше уровня объема. То есть нам необходимо пройти выше вот этих продаж. Вот этой области, где у нас продаж. Тогда вот здесь продавцам станет больно. И кто-то здесь будет добирать шорты. И кто-то кого-то уже будет ликвидировать, кто-то будет закрывать позиции. Это станет топливом для дальнейшего движения дальше вверх. Есть. По канадскому доллару. Так, по Новозеландцу, да. Фонды продолжают накапливать лонговую позицию. Это круто. По канадскому доллару мы видим, что фонды продолжают сокращать свою лонговую позицию. Наращивают дальше шортовую позицию. И при этом фонды открывают, как по мне, нереально большие объемы. И в лонг и в шорт, в лонг значительно больше. Смотрим, что было с ценой. Во-первых, цена торгуется выше вот той области, где у нас сильно разошлись мнения фондов и хеджеров. Это первое. Пока она торгуется выше этой области, лонг приоритет сохраняется. Кайф. Второе. Фонды, как по мне, ну я не уверен, но кто-то поменялось, потому что чаще всего они работают по тенденции. Они добирают шортовую позицию, когда цена устанавливает новые минимумы. За последних 5-6 дней торговых сессий, за больше торговых сессий, цена не устанавливала минимум. Она не переписывала его. Соответственно, ну как-то не знаю, ну текущий прирост шортовой позиции, это достаточно странно. Возможно, что-то поменялось в их стратегии. Так вот, учитывая то, что они практически в минимум накапливают шортовую позицию, я считаю, что здесь более вероятно как раз то, что цена останется выше вот этой области, области интереса, области дисбаланса, дивергенции, не знаю, чего-то странного в рынке. И будет продолжать дальше плавно устанавливать локальные максимумы. Здесь, ну не прям так, извините. И если более точно, то я считаю, что приблизительно сценарий будет развиваться вот таким ключом. Или где-то вот после какого-то третьего касания будет движение дальше. Потому что данные вышли, например, еще и в Канаде по инфляции не совсем хорошие, то есть не то, что ожидали. Рынок ожидал, что инфляция чуть замедлится, инфляция чуть приросла. Это после того, как они снизили ставку, и рынок это нехорошо воспринял. Мы видели это по движению цены. Это первое. А второе, то, что с этим могут спекулировать. И третье, это то, что текущие данные, которые вышли, они что вышли с опозданием. Прямо сейчас ситуация может быть кардинально другая. Да, поэтому пока следим за потоками ликвидности. Фонды наращивают шортовую позицию. Как по мне, достаточно на низких уровнях. Хеджеры, в свою очередь, очень агрессивно покупают. Поэтому именно хеджеры формируют разворот, разворачивают. А мы здесь очень близки к развороту. Очень близки. Так, давайте еще посмотрим. Открытый интерес. Открытый интерес это... Окей. Вот, по открытому интересу. Что мы видим по канадскому доллару? Мы видим, что цена плавно устанавливает локальное максимум. Открытый интерес плавно падает. Как-то так. Как-то так. Ну да, пока открытый интерес сильно не накопился. Так, британский фунт. По британцу идея была, как и по новозеландцу. Да, все будет красиво. Цену пробили. Важный уровень. Оттестировали его. И дальше плавненько вниз. Только единственное отличие между британцем и новозеландцем в том, что по новозеландцу фонды покупают, а по британцу фонды нарастили лонговую позицию. И как бы ее уже начали даже плавно сокращать. Я тоже не делал скриншот последнего отчета, только по той причине, что нам в основном закрытие. Еще и немного при нарастили шартовую позицию, но совсем чуть-чуть. В основном закрытие лонгов. Да. И таким образом мы получаем продолжение давления на цену. Объем предложения в рынке больше. Поэтому здесь шартовая идея сохраняется. По японской иене тоже пробили, закрепились. Идея была, что возможно продавят. Но я в этом не планирую участвовать. В дальнейшем движении вниз, так как по мне слишком высокие риски. Уже у меня был опыт работы с японской иеной и удачный, и неудачный. Когда в январь тонкий рынок, иене проваливается на 3,5 тысячи пунктов по третьему знаку. Это было прям больно. За короткий очень промежуток времени это первый. Второй был положительным, когда перед интервенциями прям вот появился шикарный вход в лонг, спекулятивный. Это означает, что чуть больше объема в рынке всегда берется. Ну если интродэй сделка, априори стоп более короткий в процентах движения цены, а объем больше берется. Риск при этом остается все тот же. Да, и получилось так, что вход и интервенция начинается, и движение прям сумасшедшее в нашу сторону. Но так больше рисковать не хочу, потому что движение может быть и в противоположную сторону. Да, соответственно, никакой стоп при этом не успеет сработать, либо сработает точнее по уже не совсем интересной цене. Соответственно, моя идея здесь в том, чтобы дождаться новых интервенций, новых как минимум словесных. Это произойдет тогда, когда мы увидим контратаку покупателей. Вот, что-то плюс-минус подобное. То есть, когда много будут продавать, а потом достаточно быстро выкупят. Надеюсь, что здесь это вот видно. На более младшем таймфрейме вы можете рассмотреть. Там очень красиво все сделали. Пока что по японской июне этого не произошло. Мы даже не видим попыток контратак. Поэтому пока наблюдаем. Нефть. Да, галактикущее движение вверх продолжается. Контратаки продавцов начинаются. И это уже хорошо в понедельник мы проанализируем сезонность, летнюю сезонность по нефти на июнь и сентябрь для того, чтобы сформировать плюс-минус торговую идею. Как минимум в какую из сторон смотреть. Это первое. По соточетам здесь мы видим, что особо сильно ничего не поменялось. То есть, позиции плавно сходятся. Здесь ничего интересного, к сожалению. Золото. Золото. Ну, начало недели было достаточно интересным. Почти закрепились ниже предыдущего минимума, но не закрепились. Фонды нарастили лонговую позицию. Фонды использовали снижение цен для того, чтобы нарастить лонговую позицию. Но снова цена достаточно быстро провалилась. Этот сценарий остается и дальше в силе. Я считаю, что после тестирования уровня объема, возможно, чуть повыше, затащить цену, движение вниз продолжится. Медь пока плюс-минус в боковике. Посмотрим, что будет дальше. Но, как мы видим, фонды по-прежнему плавно сбрасывают свою лонговую позицию. Поэтому вероятность боковика снижается. Крипта. По поводу крипты мы с вами говорили о том, что с большей вероятностью движение в боковике будет сохраняться. Пока что нет ни катализаторов, ни драйверов для дальнейшего движения вверх. Для движения вверх необходимо сокращение ставки, ускорение темпов прироста M2 агрегата. То есть объема денежной массы. Пока ни того, ни другого не произошло. ETF на эфир пока что нет. Уже заговорили о ETF на Solano. Это круто. Это, скорее всего, поддержит цену всех криптоактивов потихонечку. Но так, чтобы прям вырваться. То есть мы сейчас дошли к нижней границе. Окей, где-то какие-то еще провалы. Вот снова там 58 мы где-то вот здесь видели. 58-55 вот туда и потом плавно-плавно ближе к верхней границе. Но сомневаюсь, что прям близко-близко подойдут. И вот так плавно-плавно этот боковик с небольшим снижением, с переписыванием локальных минимумов будет продолжаться. Это нормальное накопление позиции. Это нормальное перераспределение актива, смена рук перед дальнейшим движением вверх. А движение вверх с большей вероятностью будет, так как тамку будут, скорее всего, снижать. Деньги снова будут, скорее всего, печатать. Так, и да, SPY и другие фондовые индексы, они на этой неделе, в принципе, чувствуют себя достаточно неплохо. То есть не сильно выросли, не упали. Но как раз в понедельник, да, в прошлую пятницу мы говорили, что крупная экспирация проходила. И после таких экспираций в рынке остается достаточно много лонгового хеджа. И в понедельник чаще всего этот хедж выходит, соответственно, создает давление на рынок. Это давление как раз и проявилось в понедельник и вторник. Цены плавно-плавно снижались, но потом, как мы видим, достаточно активно откупают. Сценарий шартовый, он остается в силе до сезонной отчетности, ближе к заседанию ФРС. Я считаю, что плавно цену будут продолжать давить дальше вниз. Так как покупать на текущих отметках, я думаю, большинству некомфортно. Фондовые индексы по корреляции мы видим, что потихонечку сходятся, но пока не особо. Золото против серебра, есть смысл дождаться. Все-таки точку спрета тогда залетать, те, кто не заходили раньше. И по валютам, по валютам тоже, в принципе, ничего сильно не поменялось. Всем спасибо за внимание. Да, будем на связи. Если есть вопросы, пишите в комментариях под этим видео, либо в телеграме, в чатике, тегайте меня. До понедельника. Спасибо. 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 Спасибо.